Что заставило вас порвать с человеком, с которым, как вы думали, вы будете в браке? Озвучено при поддержке Авиасейлс. Что сделало ситуацию еще хуже. Мы отменили свадьбу и расстались. Вот что странно, примерно через 5 лет он женился на другой, но их свадьба прошла в том же месте, где я всегда мечтала. В таком же оформлении и цветах, которые я планировала для нас. Наверное, он сохранил мою папку с планами и просто использовал для своей свадьбы. Каждый раз, когда мы ссорились, она бросала куда-нибудь свое обручальное кольцо, заставляла меня его искать, а затем умолять ее надеть его обратно. Даже из-за незначительных разногласий и даже на людях. Это было последней каплей. Очень хреновое чувство постоянно просить человека остаться со мной. Из-за этого у меня появилась огромная неуверенность в себе. И это вдобавок к тому, что она начала обзывать меня и часто поднимать руку. Почему-то все началось после того, как мы обручились. До этого все было идеально, но как только у нее на пальце появилось кольцо, ситуация поменялась. Начало происходить то, о чем я уже сказал. А еще она много раз говорила, что я неудачник, кусок дерьма и урод. Я узнала, что мой парень больше не работает, когда позвонила спросить, почему ему не пришла зарплата. Я занималась нашими финансами, и он все время говорил, что его начальник скоро пришлет деньги. Оказалось, что он уволился, и вместо того, чтобы мне об этом рассказать, в следующие несколько недель делал вид, что ходят на работу. Вместо этого на те небольшие деньги, которые он скопил, он начал ходить в срептиз-клубы. Когда я решила с ним порвать, он пробил кулаком дыру в стене и просто озверел. К тому времени, когда он наконец успокоился, он стал странно угрюмым. Он посмотрел на меня и спросил, можем ли мы заняться сексом в последний раз. Мой ответ – нет. После долгой паузы он порылся в карманах и притянул купюру в один доллар. Я заплачу тебе доллар, чтобы ты со мной переспала. Это все, что у меня осталось. Не стоит и говорить, что он ушел с долларом в кармане без последнего прощания. Она мне изменила несколько раз во время своей поездки в Европу, из которой она еще не вернулась. Я увидел сообщение с Facebook на компьютере, на котором она все еще была залогинена. А потом она соврала, когда я у нее про это спросил. Все случилось 4 часа назад. Я ничего не понимаю, я планировал нашу помолвку. Хотя я, наверное, рад, что все вскрылось сейчас. Хоть это довольно жестко. Как-то раз прямо перед семейным отпуском я нашла на полу выписку по кредитной карте. Долг в тысячи фунтов, о котором он никогда не рассказывал. При этом я сама полностью оплачивала аренду квартиры, работая на работе, которую ненавидела. Но я была слишком молодой и наивной, 23 года, чтобы понять, что он был лгуном. Вот и все. Изменено. Мы до сих пор иногда общаемся. Мы хотели разного от жизни. Поэтому та ссора стала последней каплей, которая переполнила чашу. У моего следующего партнера, ныне мужа, было много долгов из-за обанкротившегося бизнеса. Но разница в том, что он честно про это сказал. Так что мне было все равно. Деньги не так важны, как любовь. Но честность – основа любых отношений. Она хотела поехать во Флориду на программу студенческой стажировки Дисней. Она огромная фанатка Дисней. Она очень боялась, что потеряет меня. Я убедил ее поехать, ведь если она этого не сделает, то будет жалеть об этом всю жизнь. И что бы ни случилось, я все равно всегда буду рядом. Спустя полгода и после предложения руки и сердца, она сказала мне, что находясь во Флориде, поняла, что не любит меня настолько, как думала. Кольцо лежит в коробочке в глубине ящика моего шкафа. Ее худшие опасения сбылись. Мы тоже. Моя мама умирала. Это был последний день благодарения, который мы могли провести вместе. Не обсудив это со мной, он попросил свою маму купить ему билеты на самолет, чтобы провести день благодарения со своими родителями. И спросил, не хочу ли я поехать с ним. Нет, я не пропущу последний день благодарения, который у меня будет со своей мамой. У нас вся жизнь впереди, чтобы встретить этот праздник с твоей семьей. Ты оставляешь меня справляться с этим в одиночку или предлагаешь бросить маму в ее последний день благодарения? Внезапно стало совершенно ясно, из-за того, что он был рад отменить планы на свадьбу, чтобы провести ее позже и многого другого. Что он не хотел отношений со мной, но и не бросал, потому что моя мама была при смерти, а он слишком хороший парень, чтобы бросить свою невесту в такой ситуации. К его чести мы остались близкими друзьями, и он продолжал быть моим лучшим другом и эмоциональной поддержкой во время ее смерти. И несколько месяцев после. Хотя это было 8 лет назад, мы по-прежнему переписываемся несколько раз в год и узнаем, как дела у наших семей. Совершенно не способен распоряжаться деньгами. Тратил каждый доллар, который ему попадался, на игры и травку, и постоянно забивал на оплату важных счетов. Если бы я с ним осталась, он бы привел нас обоих к банкротству. Ради него я переехала на другой конец света. Он постоянно мне говорил, однажды я сделаю тебе предложение, или жду не дождусь, когда ты станешь моей женой. Но предложения я так и не услышала. К тому же у меня были проблемы с визой, так что через несколько лет я сдалась и переехала обратно. Мы встречались более двух лет и около полугода были помолвлены. Как-то ночью она меня дважды укусила. Потом я дал ей одну пощечину, и она вызвала полицию. Мы были пьяны, конечно же, и поссорились из-за какой-то глупости. Я хотел оставить все это до утра, чтобы мы могли поговорить, когда протрезвеем. Но она сделала то, что делала уже давно. Отказывалась отступать, пока не почувствует, что выиграла спор. В ту ночь я собирался переночевать в ее квартире. Но когда она не захотела заканчивать ссору, я решил встать и уйти. Когда я начал надевать штаны, она набросилась на меня в приступе ярости. Затем она сильно укусила меня за руку, так сильно, что пошла кровь. У меня до сих пор остался шрам. Я вырвался, но она схватила меня за ноги, а потом снова сильно укусила. На этот раз за ягодицу. У меня тоже остался шрам, только еще больше. На этот раз она не разжимала зубы, вцепилась в мою задницу, как собака в игрушку-кусалку. Тогда я схватил ее за волосы и потянул, а затем дал ей пощечину. Она была от этого в шоке, в шоке. Вызвала копов. Они приехали, увидели кровь и то, что кровь текла только у меня, и арестовали ее. Меня это даже удивило, но они действовали вполне резонно. Я не хотел выдвигать обвинения, с ней было покончено, и в тот момент я не видел в этом необходимости. Оказывается, в городе, где она жила, есть закон о домашнем насилии, который обязывает прокурора выдвигать обвинения даже без моего участия. Она согласилась сотрудничать, в результате чего ей вменили преступление небольшой тяжести, а не тяжкое преступление за нанесение побоев и несколько лет условно. Примерно через 6 недель после этого инцидента я встретил женщину, которая теперь является моей женой. В ноябре этого года будет наша 22-я годовщина свадьбы. И за все это время она ни разу меня не укусила, а я ни разу ее не ударил. Она была влюблена в моего лучшего друга, и они оба это отрицали. Через месяц после того, как мы расстались, они обручились. Изменено. Отвечая на вопросы, они оба мне сказали, что никакой близости у них не было, и я им верю. Но они очень много общались, что вполне нормально, потому что мы все были друзьями в старшей школе. И я почти уверен, что у них уже были взаимные чувства, потому что она начала отдаляться эмоционально. Они были добры и спросили, все ли со мной будет в порядке. Я ответил да, потому что казалось, что вместе они будут счастливы, и они оба были мне дороги. Но я не так часто с ними общаюсь, ведь как бы я ни старался хорошо к ним относиться, я все равно чувствую себя преданным. Я все еще время от времени разговариваю со своим лучшим другом, но на самом деле общение никогда не заходит дальше сообщений, типа какие планы на эти дни. И для всех, кто оставил коммент про свою похожую ситуацию, для меня тоже мне искренне жаль. Я правда верю, что для каждого найдется свой человек. Тот, кого вы потеряли, им не был. Как говорится в гости к Робинсонам, только вперед. Мы встречались три года, постоянно говорили о свадьбе и о том, какой будет наша жизнь. Он вернулся в армию и не хотел продолжать со мной отношения на расстоянии. Ведь это слишком бы его отвлекало, когда он на службе, и ему мешали бы мысли обо мне. И он не хотел отношений, пока находится в армии. Так что мы расстались. Но самое интересное, что через пару месяцев после того, как он уехал в другой штат, он начал встречаться с новой девушкой, которая, как оказалось, живет в том же штате, что и я. Так что лол. На самом деле она была довольно грубым человеком и считала, что любой, кто говорит ей, что так вести себя неприемлемо, пытается ее контролировать. Она постоянно переводила стрелки и не могла просто принять тот факт, что остальным в принципе не нравятся грубые и невоспитанные люди. После того, как я два года постоянно прощала ему измены, только когда мне понадобилась госпитализация, я поняла, что он меня не любит. Когда я нуждалась в нем больше всего, он сказал мне, прости, я не могу вынести, что ты там находишься, мне от этого слишком грустно, позвони мне, когда тебя выпишут. Когда я вышла, я сказала ему, что хочу остаться просто друзьями и ничего против него не имею. Буквально через день после того, как я ему позвонила и сказала об этом, он опубликовал на фейсбуке официальный пост о том, что встречается с какой-то другой девушкой, лол. Сейчас я замужем и очень счастлива в этих отношениях, я точно увернулась от пули. Он абсолютно замечательный парень, просто он думал, что я не такая, как на самом деле. Мы с ним познакомились в очень напряженный период моей жизни, и он подумал, что если я перестану делать все то, что делало меня с собой, например, заниматься волонтерством, быть трудоголиком, помогать своей семье, я стану идеальной. В конце концов, когда безумные времена утихли, благодаря волонтерству, которым я занималась, я нашла работу, делающую меня самым счастливым человеком на свете, а моя семья подуспокоилась и уже не такая сумасшедшая, как раньше. Сейчас мы оба в браке с другими людьми, и благодаря социальным сетям я вижу, что он сделал правильный выбор и очень счастлив. И я тоже счастлива, я действительно благодарна за то, как все сложилось. Он поступил абсолютно правильно и заслуживает все хорошее, что у него есть в жизни. Она уже была замужем, мы были коллегами, а у нас на работе нельзя носить кольца. Она очень хорошо все скрывала, я был парнем на стороне. Узнал, когда сделал ей предложение, и ей пришлось сказать мне, что она замужем. Изменено, мы работали военными авиамеханиками. Мы были вместе около 9 месяцев, прежде чем я сделал предложение. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, что заставило вас порвать с человеком, с которым, как вы думали, вы будете в браке. И не забудьте посмотреть наши другие видосы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok